Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. В сегодняшнем видеоролике расскажу вам о том, как настроить переадресацию вызовов и смс-сообщений с одного телефона на другой, при условии, что у вас оба аппарата на андроиде. И сразу, чтобы не было ложных обвинений, давайте я объясню сценарий, как это работает. Потому что здесь, на андроиде, в нынешнее время переадресация это нечто иное, что мы привыкли на аппаратах с операционкой Symbian. Итак, вот у меня два телефона. Левый – это рабочий, то есть здесь сим-карта, которую я использую при общении со своими коллегами на работе. Этот телефон, он мой личный, то есть здесь сим-карта моя личная. И вот смотрите, какая ситуация. Я уже снимал видеоролик о том, как настраивать списки контактов, для того, чтобы никто не мог вас лишний раз побеспокоить. То есть персонализированные списки, получается, контактов, как это реализовано в операционке MIUI от компании Xiaomi, когда до вас могут дозвониться только родные, близкие, друзья. Но, к примеру, список контактов с работы до вас не просто не может дозвониться, вы даже не увидите сообщение о входящем вызове. То есть вас банально ничто отвлекать не будет, и я никогда не мешаю личное время с работой. Но бывают такие ситуации, когда мне звонит, и казалось бы, ну что-то действительно срочное. И когда мне звонят мои коллеги на мой рабочий телефон, я здесь включаю профиль, меня нету дома. Допустим, я оставил телефон, и когда идет вызов, мне на мой личный телефон приходит смс-сообщение, что звонил такой-то контакт в такое-то время. А в свою очередь, контакту, который мне звонил, с этого телефона выходит смс-сообщение с текстом, что я сейчас не могу ответить, я занят. Вышли мне смс-сообщение с текстом, что ты от меня хочешь. То есть после чего человек отправляет на мой рабочий номер телефона смс-сообщение, что, мол, допустим, потеряли журнал, либо нужно сделать вот это, вот это, помоги, и этот же телефон пересылает это смс-сообщение на мой личный телефон. То есть таким образом я на своем личном телефоне всегда могу узнать, кто мне звонил, кто мне слал смс-сообщение. И уже потом, если действительно что-то срочно, я могу с личного телефона взять и перезвонить человеку. Либо попросту проигнорировать его сообщение, как вот я считаю, что это ерунда. Ну, это зависит напрямую от ваших взаимоотношений с коллегами, но у меня все построено следующим образом, что личная жизнь, это в первую личная жизнь в очереди, а уже потом работает. Итак, если вы поняли, о какой переадресации идет речь, давайте мы переместимся в телефоны, и я покажу, как все это настроить. Итак, давайте приступим. Единственное, что не пугайтесь моего голоса. Все дело в том, что я заканчиваю монтаж данного видеоролика в дороге на коленках с помощью ноутбука, использую петличку. Но я, в принципе, постараюсь максимально улучшить качество данной записи, чтобы вам она не била по ушам. Итак, давайте приступим. Программа Droid Alone. Ссылочка на нее будет, как всегда, в описании под этим видеороликом. Давайте ее запущим. И вот смотрите, в центре нас встречает значок Enable. Разрешено. То есть, зеленый цвет означает, что программа работает. И данная программа у меня вот на момент записи видео работала 27 дней подряд к ряду. Я был в отпуске, поэтому программа работала постоянно. Ни разу она не выключалась. А если мы пройдем в журнал событий, то у меня порядка 2500 смс-сообщений было переслано на мой личный телефон. То есть, кто-то скажет, что это много. Мой провайдер выдает мне 900 смс-сообщений каждый месяц. То есть, тут получается сообщение на 3 месяца. И за полтора года использования данной программы. Так что это, в принципе, меня ни разу в минус не застало врасплох. Более того, я смс-ками не пользуюсь. Для этого есть мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp. Поэтому смс-ки я не знаю, зачем провайдеры выдают. Но раз выдают, я использую вот так вот по делу. Значит, если мы пройдем с вами на стартовый экран и нажмем на кнопочку меню, у нас вылазит следующая панелька настройки, мастер и помощь. Помощь это, в принципе, все то, что я вам рассказывал в первой половине видеоролика на камеру. Единственное, что помощь она на английском языке, а я вам все это рассказал на русском. Далее идет мастер в самом центре. Если вы хотите шаг за шагом, степ-бай-степ настроить свой аппарат на то, чтобы он дублировал смс-сообщения на почту, чтобы он высылал смс-сообщения на другой номер телефона. То есть, если вы хотите все сделать пошагово, вам нужен мастер. Если вы хотите настроить все вручную, то проходим в раздел настройки. Итак, смотрите, Gmail аккаунт, пароль, настройка, оповещение. Если вдруг вы хотите дублировать все на почту, то есть программа в первую очередь рассчитана на офисных работников, то, в принципе, да, я знаю людей, которым через почту намного удобнее работать, они даже просят им не звонить, не смс-ки его слать, а все там, допустим, запросы отправлять именно на электронный адрес. Вы можете задать пароль от вашей учетной записи Gmail, задать сам аккаунт Gmail, после чего у вас появится новый ярлык Droid Alone, и все сообщения будут дублироваться туда. Второй момент. Если вы хотите включить автоответчик, о котором я вам говорил в самом начале видео, ставим галочку напротив пункта «Активировать смс автоответчик» и ответ звонившему абоненту, то есть текст, который будет отправляться человеку. Текст у меня следующий. Вас встречает автоответчик, бот, пожалуйста, напишите, что вы от меня хотели. Я сейчас не могу ответить на телефонный звонок. И самое последнее, в самом низу очень важный момент. «Пропустить просмотренный звонок». То есть, если вы пришли домой, телефон лежит на столе, и вам кто-то звонит на рабочий телефон, вы берете трубку, отвечаете, тогда программа думает, окей, он ответил, тогда зачем мне спамить, типа, слать лишнее смс-сообщение, я проигнорирую данное событие. И данный звонок также не отобразится во вкладке «Событие», которое я вам показывал ранее. Давайте пройдем в настройки оповещения. Здесь у нас следующий раздел. «Оповещение через смс-сообщение», то есть то, о чем я вам говорил, смс-ка с рабочего телефона прилетает на личный, для этого надо поставить галочку, чтобы было оповещение через смс. И далее вы указываете номер телефона, на который хотите, чтобы отправлялся смс-ка. Ну, я, естественно, указываю свой номер телефона личный, то есть тот, который в сим-карте на личном телефоне. И также, если все-таки хотите отправлять на электронную почту, то ставите галочку напротив пункта оповещения на почту, и в качестве, допустим, получателя указываете ваш запасной электронный адрес, либо основной электронный адрес, к примеру, Gmail. И, в принципе, чтобы в Gmail не было путаницы, создаете уже в аккаунте Gmail правила, чтобы, допустим, сообщения от автоответчика, Droid.lon, дублировались, либо переносились в отдельную папочку. Вот, собственно, и все. Такая вот замечательная программа, меня выручала не раз. Если вы действительно, как и я, хотите разделять работу и личную жизнь, это must-have. Ну и, в принципе, если у вас, допустим, несколько рабочих сим-карт, что тоже сейчас часто встречается, допустим, у меня помимо моей личной рабочей, еще имеется корпоративная, то, к примеру, вы можете корпоративный номер телефона также настроить на переадресацию сообщения на свой либо личный, либо рабочий телефон. То есть, на этом же сценарии вы придумаете самостоятельно, в зависимости от ваших нужд. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Надеюсь, все было очень понятно. Я старался снять этот видеоролик. От вас лайк, подписка на канал и поделиться с друзьями. Всем пока и до скорых встреч!